Здравствуйте! Сегодня мы задыхаемся не только от пандемии, но еще от мусора. Вот на мне маска. Как обычно вы с ней расстаетесь, когда ее снимаете. Куда вы ее бросаете? Многие из вас не задумываются об этом. А ведь вы бросаете их просто на землю, на тротуар. И пошли дальше. Москва и другие города в буквальном смысле засыпаны вот таким вот, с разным мусором, масками. Сегодня Россия в буквальном смысле тонет в миллионах тонн мусорных отходов. Счетная палата Российской Федерации провела исследование на этот счет. И выяснилось, к 2024 году в 32 регионах Российской Федерации закончатся места, где можно будет складировать бытовой мусор. Некуда будет вывозить. А в некоторых регионах, таких как Бурятия, Еврейская автономная область, уже сейчас некуда вывозить мусор. Да и Московская область тоже задыхается. Мы сегодня переживаем не только эпидемию коронавируса. Мы сегодня переживаем мусорную эпидемию. И как не справиться, пока никто не знает. Об этом сейчас вы увидите в несколько репортажей. Один мы снимали в Финляндии, а другой в России. Россия снимает 1,8 часть земной суши. В Финляндии вот столько. Где-то примерно 300 тысяч квадратных километров всего. Ну там чисто, а у нас грязно. Почему? Вы сейчас узнаете. Хельсинки, Финляндия. Еще каких-то 20 лет назад ситуация с мусором в стране была такая же, как и в России. Его они сортировали и просто вывозили на свалки. Но после того, как под строительство новых мусорных полигонов свободных земель не осталось, и резко ухудшилась экология, финны задумались. И побежали вводить новые правила сбора и утилизации мусора. Этот новый жилой микрорайон оснащен вакуумным мусоропроводом. Настоящее технологическое чудо. Мусор направляют по трубам. Затем он поступает в центральный мусоросборник. Если жители, предположим, в контейнер для биоотходов положили стекло. Если это не носит единичный характер, если случаи повторяются, то тогда будут проблемы, особенно что касается стекла, которые могут обнаружить в контейнере с биомусором. От самого отдаленного дома до станции сборки мусора 11 километров. Все трубы расположены под землей. Мусор собирается в накопителях, а потом происходит его транспортировка воздухом. Вначале по трубе спускают поток пищевых отходов, потом более тяжелый жесткий пластик, а полирует трубу летящая макулатура. Причем скорость мусора в трубах, как при урагане, 25-30 метров в секунду. В принципе, на полигон не должно вообще ничего попадать. Для финского менталитета характерно заботиться о природе. И мне кажется, что каждый финн чувствует сопричастность и личную ответственность. Нам хочется сохранить ту красивую природу, в которой мы живем, для будущих поколений. А цена играет роль? Ну, цена, если считать по-крупному, не настолько и велика. Если сравнивать, например, со стоимостью квартиры, то вложить придется всего на 1% больше. Люди, конечно, считают деньги, но если речь идет о сохранении природы, то они готовы на такие траты. Теоретически, такие системы можно было бы постройки в России. Скептики скажут, что это приведет к удорожанию жилья. Но если убрать коррупционную составляющую при строительстве, по разным оценкам, до 30% найдется средств на самые современные технологии. Такие вакуумные мусоропроводы стараются возводить в новых микрорайонах. В ранее построенных возле домов стоят привычные для нас контейнеры. Что попало, в них не положишь. Надо сортировать. Один полный контейнер с бумагой весит где-то 150-200 килограммов. То есть приходится работать физически. Вот теперь он пустой. Едем дальше. Тонны разных рекламных проспектов, которыми часто забиты почтовые ящики, готовятся к отправке. Одна часть этого сырья пойдет на изготовление новой бумаги, другая в печь, где при сжигании мусора получают электричество. Все раньше, вот это все, эти все отходы, или мы говорим так, материалы, они захоронивались на полигонах. На данный момент эти материалы везутся нашим поставщикам. Мусор, он до той поры, пока его не привезли на сортировочную станцию или на завод по переработке. Дальше это уже не мусор, это сырье. Это сырье, конечно же, имеет какую-то стоимость, коммерческую стоимость. Поэтому его покупают наши потребители. Чтобы посмотреть, что такое раздельный сбор мусора, мы отправились в финскую семью. Да, добро пожаловать. В Финляндии так сортируют мусор. В эту емкость мы отправляем биоотходы, например, кожуру мандаринов, пакеты с отработанным кофе. В эту помещаем то, что пойдет на полигон или на сжигание. Мы отдельно собираем металл, например, крышки от йогуртов, различные металлизированные упаковки. Отдельно собираем стекло. Здесь у нас в углу бумага, газеты, рекламные буклеты, даже детские рисунки сюда попадают. В этом пакете различные упаковки. Например, коробка из-под пиццы. Вот молоко. Оно у нас продается в Тетропаке. Здесь рулончик от туалетной бумаги. Сами пакеты тоже бумажные. Да, коричневые и белые пакеты. И потом мусор можно выбросить вместе с пакетом, потому что он той же самой группы. Я несу наши отходы в контейнеры. 20 лет я читаю эти инструкции, поэтому заучил их хорошо. Сюда биоотходы, будет компост. Сюда пойдут смешанные отходы, это будет сожжено. Отдельно поместим бумагу. Потом стекло, металл, картон отдельно. На каждом контейнере написана инструкция. Можете посмотреть, что там в контейнере. То есть это та тара, в стоимость которой не заложена сумма возврата. Это обычная российская квартира. Такие квартиры могут быть в Москве, в Новосибирске, в Владивостоке. Это кухня. Как обычно, средний гражданин России собирает мусор. Ведро, пакет. И мы тут не сортируем, что собираем. Смотрите, тут и бумага, и стекло, и железо, и пластмассовые бутылки. Все это сгребаем в кучу и выносим в мусорку. Площадки для сбора мусора есть у каждого российского дома. В любом российском городе. Они похожи на финские, но с одним отличием. Вот мусор, где все вместе. Помните, у Фина на контейнере было написано, тут для пластмассы, тут для металла, тут для бумаги. У нас один контейнер, и мы все кидаем туда. Раз. Два. И мусор выбросили. Как смогли финнов приучить к тому, чтобы они аккуратно собирали мусор? Чтобы не гадили в своей собственной стране. Кто нас приучит к этому? Или мы до сих пор не задумываемся, как опасен мусор, который миллионами тонн складируется в России? Утилизировать мусор финны заинтересованы. Принесешь пластиковые бутылки обратно в магазин, получишь за них неплохие деньги. Эта схема работала и у нас, во времена Советского Союза. Но потом таро перестали принимать. В Европе наоборот. Поскольку все бутылки имеют ценность, их собирают и сдают. Ну вот у меня бутылка воды. Когда я ее покупал, я заплатил лишних 40 евроцентов, которые мне вернут, когда я сдам пустую бутылку. Мы с семьей выпьем воду, я отнесу бутылку и получу деньги. Крупногабаритные вещи финны давно перестали выносить и ставить у подъезда. За это полагается крупный штраф. Если хозяин решил выбросить свою старую бытовую технику, мебель или стройматериалы, то он вызывает специальную машину, либо сам на своем авто отвозит мусор в спецприемник. Скажите, пожалуйста, вот перед вами стоял выбор привезти сюда и за деньги выбросить мусор? Или же выбросить его где-то вот внизу? Не доезжая там. Ну будешь где-то выбрасывать, кто-то увидит, и в результате это тебе обойдется гораздо дороже. Дешевле заплатить 18 евро и привезти сюда. Штраф же составит примерно 2000 евро. А что в России? Уважаемые, поясните, что вы делаете? Ребята, почему мусор скидываете сюда? Вы знаете, что за свалку мусора полагается административное наказание? Ну, видать, нет, да? Ну, ладно, будете знать. Что, снимаем новое. Зачем вы бросаете мусор? Как ваша фамилия? Не скажу. Перепетулькино. Перепетулькино, 39-й дом. Посмотрите на эти горы мусора. Здесь и бытовая техника, и лампы, и батарейки. Одним словом, яды, отравляющие почву, воду и воздух. Теперь представьте, что после дождя сквозь почву полигона, впитывая отравляющие вещества, проходят тонны воды. Она, просачиваясь в грунт, идет дальше, заражая все на своем пути. В Финляндии подобные полигоны тоже есть. Но они законсервированы. Вот так выглядит так называемая подушка безопасности. Структура полигона в разрезе. Базовая скальная порода. Дробленный камень. Полевой шпат. Основание – асфальт. Уплотнение из асфальта. Резервный слой. Пленка. Минеральная изоляция. Наполнитель из отходов. Предварительно закрытый. Слой сбора газа. Ткань. Изоляции. Слой из бетонита. Слой просушки. Защитная ткань. Наконец, все. Воду, которая прошла через полигон и которая содержит загрязнение, собирают отдельно. Сливать напрямую в землю ее нельзя. Если бы вода напрямую поступала в землю, пройдя через тело полигона, она содержала бы тяжелые металлы, ядовитые вещества. Все это могло бы попасть в водоемы, все живое могло бы погибнуть. Как только полигон полностью заполнен, он выводится из эксплуатации. Он сразу же покрывается слоем грунта, чтобы не было никаких испарений в окружающую среду. Система водозабора, загрязненной воды, она тоже сразу заложена. Под основанием полигона проходит специальный смотровой тоннель, в котором можно посмотреть, как работает система сбора газа и воды и что эти системы в порядке. Эту видеосъемку мы проводили на одной из подмосковных мусорных свалок при морозе в минус 15 градусов. Посмотрите на эту незамерзающую черную ядовитую жижу. Этот ручей льется с полигона и сразу попадает в окружающую среду. Во время гниения твердые бытовые отходы выделяют свалочный газ. Этот процесс долгий, до 60 лет. Финны научились собирать этот газ и получать электричество, отапливать дома. Таким образом, предотвращая парниковый эффект. Эти выводы – аккумуляция газа. Таких точек около 200. Свалочный газ поступает на станцию, где из него получают тепло и электричество. Система сбора газа была заложена сразу при строительстве этого полигона, а на старых свалках бурили отверстия, уже в теле полигона. На пике своей деятельности старый полигон производил 8 тысяч кубометров газа в час. Этот объем позволяет отапливать и снабжать электричеством 3,5 тысячи домов. Отходы, которые опасно утилизировать, финны сжигают. При этом образуется радиоактивный пепел. Его складируют в огромные бетонные саркофаги. Пепел размещают в этот отсек. Он очень вредный, опасный отход, потому что там примеси тяжелых металлов. Поэтому нужно очень тщательно спрессовать этот пепел и сверху герметично закрыть. Потому что если просочится вода, то ядовитые вещества попадут в землю. Отдельная история в Финляндии – переработка коммерческого мусора. С крупных фабрик, с заводов, со стройплощадок. Его сортирует робот. Раньше здесь стояли люди и сортировали вручную. Сейчас робот полностью заменил ручной труб. Окраина Волгограда. Нелегальная свалка. Таких объектов на территории России десятки тысяч. Всего-то надо, чтобы получить такой объект в руки. Связи с местной администрацией, с местным криминалом. Купить китайский замочек с ключиком. Цепь. И построить вот такое смешное КПП. И завозить сюда мусор день и ночь. Машина – 600 тысяч рублей. Как хочешь. Поработав так 3-4 года, бросив здесь все, убегаешь за границу с деньгами. А мы с вами, народ и бюджет, будем это все чистить и расхлебывать. Современная карта Волгограда. Вокруг города 200 незаконных мусорных свалок. Загажено все. Наша съемочная группа провела полномасштабное расследование о том, как функционирует нелегальный мусорный бизнес в Волгограде. Для начала заказали машину для вывоза мусора. Алло, добрый день еще раз. Подскажите, пожалуйста, а когда вы приедете за мусором? Ну, вы уже спустили у подъезда вас? Да, да, у подъезда уже ждем вас. Через 5 минут. Хорошо, спасибо. К назначенному часу приехал фургон. За 15 мешков отходов с нас взяли 1800 рублей. Этих денег хватило бы для вывоза мусора на настоящий полигон, оборудованный по всем правилам. Но машина едет в другое место. Спасибо. Спасибо. Мусорщик объезжает несколько клиентов, собирает деньги и груз. До свидания. Выезжает. Главный вопрос, куда поедет? Наверное, он что-то почувствовал и на трассе попытался оторваться от нашей съемочной группы. Но не получилось. Авария. За место знака аварийного мешков мусорные поставил. С мусором. Неспеши, не спеши, не спеши. Вот, пожалуйста, знак аварийного. Пока он оформлял ДТП, прошел почти весь день. К 8 утра следующего дня наш герой вышел из дома и повез груз на нелегальную свалку. Твои мешки пошли. Твои мешки пошли сверху. Спешно покидая это место, водитель оставил ключ в замке. Вообще не система такая. Когда здесь в кустах на так называемой фишке сидит человек, а вот он как раз, вот он на фишечке сидит. А-а-а! Здравствуй, друг! Здравствуй, здравствуй! А вы что тут делаешь? Ушел? Ушел? Ну иди. Вот этот молодой паренек, он так сказать, сидел на фишке. На блатном языке это точка, где они сидят и смотрят. Не подъезжает ли полиция, не подъезжают ли экологические службы. И в случае, если они видят опасность для работы данной несанкционированной свалки, они начинают говорить, что ну просто сели по нужде или еще какой-то, либо стараются уйти в посадочку и не попасться вообще. Ну вот в этот раз он ключ оставил в замке. Вот он ключ. Подъезжает, открывает, и все. И въезд на запрещенную свалку для нас открыт. В среднем сюда стоимость где-то порядка 400-500 рублей машина будет стоить. На санкционированный полигон примерно такая же стоимость, но только за один куб. Соответственно, если в машине 8 кубов, то мы умножаем эту сумму 8 раз. Ну и самое главное, что здесь у вас никто не спросит лицензию на перевозку отходов. Здесь у вас никто не спросит, что у вас за отходы, какой у них класс опасности. Есть ли у вас паспорт на эти отходы. Везите, что хотите. Ситуация комичная. Мы, журналисты, закрыли свалку вместо властей и забрали ключ. Но местные жители уверяют, что мусор все равно продолжат возить. Опять начинает гореть дым. Селится не то, что прямо черный дым. Мы боялись, что загорится, потому что показывает, что все горит. Тут же все, вот все сухое. И дышать просто нечем. Люди, мы здесь живем. Уже больше 10 лет живем. Люди много живут. И дети, и все. Тут вообще просто невозможно. На следующий день мы снова приехали на эту свалку. Как выяснилось, не зря. Представление продолжилось. Добрый день. А что вы от нас убегаете? Скажите, здесь же и написано, свалка мусора запрещена. Что ваша машина здесь сделала? Не твоя машина. А чья машина? Там, кто за рулем. Ну, хорошо, пойдем спросим того, кто за рулем. Здравствуйте. Мы хотели бы вас спросить. Здесь объявление. Свалка мусора запрещена. Так. Вы сюда зачем поезжаете? Так бы без мусора. На свалку? Без мусора приезжаете? Мы ищем полигон. Ищите полигон. Куда нам укидывать мусор по лицензии? Скажите, а вот Волгоградскую область – это проблема с утилизацией мусора? Огромная проблема. А с чем это связано? Люди не знают, куда все это девать. То есть весь этот склам, допустим, мы занимаемся мебель. Куда все это девать? На мусорки не принимают, соответственно, ищем какие-то варианты. Если бы были какие-то варианты, куда все это выкидывают, а так приходится ездить. Вот сейчас лицензию по лицензии. Даже по лицензии сейчас целая проблема, куда все это дело найти. Так есть легальные полигоны? Где? Город Волжский. Мы с Волгограда. Нам никто не будет платить такие деньги, допустим, если ехать в Волжке на полигоны. Мы-то с Волгограда ищем где-то по Волгограду. Поближе. В общем, поближе. В окрестностях Волгограда. Нелегальный мусорный бизнес в Волгоградской области приобрел катастрофические масштабы. Представители криминала, коррумпировав некоторых чиновников, организовали устойчивую преступную группу, которая зарабатывает огромные деньги. Нам удалось проникнуть в эту систему. Через ряд посредников мы вышли на человека, который является нелегальным владельцем мусорной свалки в городище. А говорю сразу, мусорные бояре в этом городе никого и ничего не бояли. Мафия настолько чувствует себя вольготно, что сходу принимает все предложения, даже от незнакомых людей. Алло, Станислав Николаевич, здравствуйте. Меня зовут Дмитрий. Станислав Николаевич, мы к вам с вопросом. Будем строить большой объект в городе, и нам нужно от старого объекта избавиться, разместить строительные отходы. 39-й в Гвардейской, знаете? Можно там кафе внизу ждите? Станислав Николаевич Калашников – авторитетный человек местного масштаба. Его боятся все чиновники из Росприроднадзора. Как только начинают по нему работать, он тут же делает звонок куда надо, и чиновников запугивают. Они отходят в сторону. Вот так Станислав Николаевич ведет свой бизнес. Я тебе скажу честно, с прокурором был закусник. Это прокурор был в свалке. Ему платили деньги. Я там ничего, на меня оформлено было. Это высший круга, смотрим их война. Губеры сменили, к нему сразу подкатили. Так сейчас это кому реально-то что будет? Ну, человек принадлежит. А он там уже козел, старший. Понятно. Смотрящий за свал, смотрящий. После небольшой прелюдии этот человек стал говорить о чисто конкретных вещах. 600. 600 рублей за машину. А проблемы у нас какие-то могут быть или не могут? С экологами. А что с экологами? Тысяча рублей штраф. Тысяча рублей штраф за машину. И все? Ну, раньше как система была, например. Пацаны работают, менты. Ментам что-то носят. А сейчас моего приятеля, он грамотный. Его начальник обоих пожевал. Говорит, ты грамотный. Вот фирма есть. Бери, работай. Делаешь тут кофе? Мы вместе. Не забыли? Ну, здесь они у нас прикрывают, там, я бы, там, тонкости, не знаю, но сама система изменилась. Сегодняшняя неофициальная деловая жизнь в городище все больше напоминает сюжет из романа Ильфа и Петрова «Золотой теленок». Создается контора «Рога и копыта», а при ней вот такой зиц-председатель авторитетный фунт. Вот если это все начинает гореть, там, не дай бог, там, чего-то, и что тогда? Когда не едем. Ну, горит не едем, а когда горит, ну, вы-то будете водить. На некоторое дышу дойдем. Не, когда горит, там, кого-то укнет, там. Все приезжают. Самое отменитое. И как вы это все разруливаете? Ну, сгорелый, сгорелый. Сгорелый, сгорелый. Спустя несколько месяцев мы снова приехали в Волгоград на эту же свалку. Ничего не изменилось. Только погода поменялась. Ну, и новый замок. Это все нелегально. Вот. Балка вся засыпана мусором. Она горит, выделяет едявитый дым. Рядом находится садовое товарищество. Летом тут вообще кошмар. Все набросано. Что здесь? Как здесь? Почему здесь? На эти вопросы нет ответа. Все мы, не подозревая того, живем не просто рядом с мусором, а практически в нем. И всему виной не только отсутствие обычной повседневной культуры и отсталости нашей перерабатывающей промышленности, отсутствие должного контроля со стороны государства, нечистоплотность чиновников. А еще то, что каждый отдельно взятый гражданин по-прежнему не осознает опасности подобного отношения к своей среде обитания. Пока этого не будет, наша жизнь будет проходить в условиях одной большой всероссийской свалки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова